Механическая структура манипулятора По механической структуре Понятно, что она включает те компоненты, которые создают движение и обеспечат взаимодействие с внешней средой Что к ним относится? Первое, это механические передачи Наверное, про передачи мы поговорим, чтобы не разрывать У нас там 10 минут осталось завтра более подробно, какие они есть У кого какие преимущества, недостатки Кто где более активно применяется Это схваты различных рабочих органов Это тормозные уравновешивающие устройства Направляющие и механизмы выборки мертвых хода Наверное, мы на них не будем останавливаться И звенья, конечно, здесь я еще свое время звенья упустил Так, давайте передачи мы пропустим Значит, ну давайте вот начнем с уравновешивающих устройств Значит, пометьте себе Уравновешивающие устройства Значит, какую основную задачу они решают Вот смотрите, у нас с вами вот есть вот это третье звено И у нас есть привод, который это звено перемещает И дальше что мы сталкиваемся Вот у нас звено в этом положении У нас привод тогда должен, по идее, компенсировать Значит, создавать момент Чтобы компенсировать момент создаваемой силой тяжести звена И к тому же еще поворачивать звено А если мы, например, вот в этом положении приведем его То выйдет, что здесь вес звена уже проходит вектор Через ось силы тяжести То есть как бы это компенсировать не надо И как бы здесь мы, по идее, обошлись бы приводом меньшей мощности То есть выходит, что вот в этой ситуации Часть мощности привода, она, назовем так, является паразитной На самом деле она не нужна, она является излишней Вот, то есть И то же самое вот здесь по второму звену То есть вот если я его, например, вот так вот вытянул Вы представляете, какой здесь возникает момент действия силы тяжести Вот, и для того, чтобы привод не перегружать Потому что большой привод, это, во-первых, ну, как правило, это дороже Потом он обычно, ну, динамику у него похуже Он зачастую менее точный Вот, потому что, ну, тяжелым тяжелее управлять, да? Значит, поэтому, ну, пришли к такой идее Компенсировать действие силы тяжести Значит, один из способов Но применяется основных два способа Значит, пометьте себе смысл вот этого действия Это первое Это снижение нагрузки на двигатели Снижение нагрузки на двигатели Потому что, ну, понятно Снижение нагрузки на двигатели Использование двигателей меньшей мощности Улучшение динамики И повышение точности движения Ну, понятно, да, что движение там с точностью в один миллиметр Нам легче сделать мышцами пальц, да, чем, например, ногами обеспечить Хотя вроде и то, и то может эту задачу решить И к решениям пришли к двум Одно решение Вот оно видно вот здесь на примере третьего звена Вот это привода, вот эти черные Это привода вот этих Четвертого, пятого и, как правило, еще шестого Но здесь его нет Ну, на самом деле, обычно и шестое звено И вы видите, они вынесены вот сюда И на самом деле Это тоже создает определенный конструктивный проблем Потому что вам приходится движение передавать отсюда сюда Но, то есть их, по идее, можно было расположить здесь Потому что здесь, ну, видите, вес маленький уже То есть тут уже они сравнят небольшие Но их специально вынесли вот сюда Для того, чтобы они своим весом Как бы были противовесом веса третьего звена Понятно? И второе решение Вот вы видите вот эту вот черную штучку Ну, когда к живому роботу подойдете Она лучше видна Значит, применяется обычно Ну, это обычно на втором звене Значит, тут стоит специальная пружина И система рычагов, которая Когда вот у вас звено в вертикальном положении То, ну, пружина практически без противодействия находится Когда у вас звено вытянуто вот так Или вот так То пружина сжимается таким образом Чтобы противодействовать Ну, компенсировать частично действие силы тяжести пружины Понятно? Значит, ну, давайте запишем Применяемое решение Применяемое решение Это пружинное уравновешивающее устройство Ну, вот как пример Вот здесь вот хорошо видно Вы видите этот хвостовик второго звена Вот вы видите к нему такой штук прикреплен А это уже пошло первое звено И вот у него вот этот вот такой ящик Ну, там внутри пружин Просто это защищается, чтобы пальцы не сывали Значит, применение пружинных уравновешивающих устройств Ну, в скобках помете На практике, как правило, на втором звене они крепятся И специальная компоновка манипулятора Ну, в скобках пометьте Расположение приводов В противовес весу звена Расположение приводов В противовес весу звена Вот там наверху вам должно быть хорошо видно Вот как раз четвертое, пятое, шестое звенья Хотя вот еще раз конструктивно Там целая проблема Как передать это движение дальше Ну, ее решают, как вы понимаете Ну, вот вызвано это чисто вот этой проблемой Так, значит, теперь давайте о самих звеньях Это тоже механическая часть Значит, о самих звеньях Скажем, звенья, как правило, применяются Ну, понятно, металлические Значит, что важно Вот внутри звенья обычно цилиндрические Или близко к цилиндрической форме Пустотелы Потому что у них внутри проходят Всевозможные кабель-каналы Значит, пометьте себе, что Звенья, как правило, Около цилиндрической формы Пустотелы Внутри них расположен кабель-канал Или вот как в случае третьего звена Вот как я говорил Передача, которая отсюда Движение вот сюда передает Отметьте, пожалуйста, что Значит, ну, одной из таких Новых тенденций является Попытка использования звеньев Из новых материалов На базе углепластиков Ну, правда, до серии Я лично не встречал Вот серийно такие В идеале Идеальный двигатель для нас Он должен иметь бы, по идее, Такую характеристику Что независимо от того Какие обороты мы с вами имеем Выходной момент будет постоянным Ну, таких двигателей вообще не существует Нет, в природе Каждый из них В зависимости от типа двигателя Он имеет определенную Вот эту вот моментную характеристику Да, если мы берем Ну, мы более подробно Когда вот, наверное, весной Где-то будем про мобильные роботы говорить Мы немножко это чуть затронем Что если мы там берем двигатель Внутреннего сгорания Она вот какая-то такая, да Что вот на низких оборотах Ну, кто машину водит Он знает, да Что вот если там газу не дать Ну, заглохнет машина Вот, что на низких оборотах Момент очень маленький Потом вот очень хороший Как бы такой участок Вот, но нам же надо иногда И медленно ехать, правильно? Роботу иногда, манипулятору Надо медленно двигаться И в электрических приводах Та же самая ситуация Вот, поэтому одна из причин Одной из важных Причин применения передач Действительно является изменение моментов Да, потому что скорость вращения двигателя Может быть, например Который нам, в принципе, подходит Достаточно хорошая Слишком высокая И нам надо ее снизить Потому что нам иногда надо медленно двигаться Или, например, момент, который выходит С двигателя Он низкий И мы большой вес Не можем переместить И тогда мы ставим передачу, редуктор Для того, чтобы получить требуемый момент Ну и там еще на самом деле Есть проблемы с управлением Когда у нас есть редуктор То нам легче управлять таким двигателем Так, еще какие причины? Значит, сказали раз-два Опять вспоминаем автомобиль И опять вспоминаем коробку передач Когда еще она нам нужна? Значит, мы сказали изменять там скорость Еще какие случаи? Может быть, для экономии? Если... Зачем большие обороты? Если, допустим, наоборот В машинах внутреннего загорения В моторах обычно переключатель Обычно переключает Для чего? Маховик, который вертится внутри Там меняются винтики Это для чего? Это облегчает, во-первых, вращаемость И дальше еще Трантур бензина Тем выше Тем меньше расходы Да Но это все-таки вот изменение скорости вращения То есть передаточного числа между входом и выходом А еще смотрите А задний ход? Ведь мы имеем какую здесь специфику Двигатель внутреннего сгорания Он крутится в одну и ту же сторону Нам иногда надо двигаться в другую сторону Поэтому еще одна из причин Когда мы используем передачи Это изменение направления вращения Ну и еще один Ну если есть какие-то идеи Я как бы сразу Скажите Или я сразу напишу Значит смотрите И еще проблема такая Мы с вами говорили Что в принципе Конечно в основном Всегда В роботах степени подвижности Не всегда В большинстве случаев Они перемещение угловое Двигатели Подавляющее большинство Электрических двигателей Которые применяются в составах робота Это двигатели вращения Но иногда нам надо получить Поступательное движение Вот помните Та самая седьмая ось Про которую мы говорили Что мой робот Чтобы он мог двигаться параллельно к конвейеру Есть двигатели Которые обеспечивают Сразу поступательное перемещение Но они являются Достаточно дорогостоящими И скажем Ну редко применяются Вот так вот Применяются Но все-таки редко Поэтому как правило Вот еще одна из Роли вот таких передач Это преобразование Вращательного движения В поступательное Но иногда наоборот Соответственно Ну и теперь Как бы в это Все вывезено В цивильном виде Вот Значит Итак Передача движения На расстоянии Помните Мы с вами говорили Почему вот это важно понимать Потому что Вот сейчас Мы будем рассматривать Там с вами Около 10 передач Каждая из них Имеет свою нишу И она не просто так Что их вот существует Там 10 и все 10 когда-то Где-то применяются Вы как инженеры Должны понимать Раз здесь стоит передача Значит здесь стоит Такая-то задача Или если вам надо Решить задачу Сюда можно применить Такую-такую-такую Передачу Значит Помните Мы говорили Вчера про уравновешивание Мы говорили Что двигатели Расположены вот здесь А привода Вращающиеся вот здесь Значит Соответственно Вот как раз Одна из ролей Передачи Это передать движение Отсюда Вот сюда Значит Итак Передача движения На расстояние Изменение направления Движения Изменение скоростей И моментов Так И еще один момент Иногда применяется Это создание Нереверсивности Нереверсивности движения То есть конечно Традиционно В промышленных роботах Сейчас Обычно Звенья имеют Реверсивные передачи То есть Ну грубо говоря Если я нажму Она будет прокручиваться Вместе с двигателем Ну Есть тормоза У меня отпущены Вот Но вы должны понимать Что одна из задач Которая вам может Решить передачи И опять-таки Это определенный класс передач Увидим через 3 минуты Это создание Нереверсивности движения Что я например Нажимая на звено У меня двигатель Не будет вращаться И звено дальше Перемещаться не будет Вот такие передачи есть Ну и теперь давайте Значит это называется Явление самоторможения Ну и теперь давайте Пройдемся более подробно По самим передачам Значит самый такой Ну как бы классика Самый простой вариант Это зубчатые передачи У вас имеется Обычно два Таких вот зубчатых колеса Еще шестерни называют Вот И как вы видите Они отличаются по размеру А зубья у них На самом деле одинаковые По размеру зубы Зубья одинаковые Но поскольку диаметр колес Разный Соответственно Будет разное количество Зубьев на полный оборот колеса Да И соответственно Вот это колесо Если начнет вращаться Оно пока сделает один оборот То верхнее над ним колесо Сделает Ну например Только полуоборота Вот Это самая такая вот Как бы простая Самая классика Но с чего все началось Я думаю Что это наверное Может там в античной Греции Уже Я не помню Кто первый придумал Но наверное Греки скажут Что они придумали Вот Значит это появилось Значит что здесь хорошо Это дешевизна и простота Да То есть это вот как бы Технологии отработаны Какие проблемы здесь создаются У этих колес не очень высокая Нагрузочная способность В принципе Да Потому что если вы будете прикладывать Ну вы пройдите сверху там может быть Ладно Вот Если вы будете прикладывать высокие моменты Через них Значит зубья там могут начать выкрашиваться И так далее Дальше Вот эти передачи обладают Довольно таки большими габаритами Передаточное число У них не очень большое То есть понятно Что в теории мы можем сделать Ну И один к ста такой Да В теории мы можем сделать Но на практике Зубчатые передачи обычные Мне кажется Что это там Ну где-то один к пяти Да коллеги Не помню Ну по-моему Ну будем считать до один к десяти То есть вот не более того Потому что иначе это выходит Слишком громоздкое сооружение Ну и понятно Что здесь вот как бы реверсивность Полностью имеет место Да То есть если я начну крутить Вот это колесо То и все вернется обратно И будет прокручиваться Далее Значит Один из подвидов Давайте только вот так Наверное Значит Один из подвидов Зубчатых передач Это конические передачи То есть в принципе Идея та же самая Но если там у нас Оси вращения колес Совпадали Так То здесь они уже Находятся под каким-то углом Вот так это выглядит И ну вот как раз Вот в том манипуляторе Я пару раз его упоминал Это раньше был такой классический Лабораторный манипулятор Пума 560 Вот такие передачи В том числе стояли И значит Что мы здесь получаем Мы получаем вот помимо Изменения числа оборотов Мы получаем изменение Направление осей движения То есть Было например Вот так вращение Теперь мы вот так получаем Передачное число Здесь тоже Как правило Не очень большое Ну то есть Все остальные Недостатки и преимущества От тех передачи Сохраняются Ну конечно Она уже более сложная В изготовлении Вот поэтому Эти передачи Ну подороже Чем вот обычные Те Но их в принципе Прямозубые называют Вот И тогда Вот поскольку Мы сказали Что нагрузочная способность Не очень высокая То пришли к идее Создание Косозубых передач Вот здесь у вас Картиночка Приведена Значит Идея в чем Вот смотрите Когда у вас Два колеса Находятся Во взаимодействии То нагрузочная способность Этой пары колес Определяется Фактически Вот Вот взаимодействием Двух зубьев Вот здесь Соответственно Это будет Зависит От Ширины Вот этой Ну и понятно От высоты Самих зубьев Но Значит Вот что сделано Здесь Здесь Чтобы увеличить Вот этот параметр Она как бы Закручена Видите Там вот Не прямая линия Закручена И они Большей площадью Находятся Друг в другом Зацеплении Вот эти передачи Они являются Они являются более Тяжело Тяжело Нагруженными Значит Итак Мы имеем Ну тоже Угловое преобразование Движения Хотя они бывают И Ну на параллельных Осях Более высокая Нагрузочная Способность Ну Реверсивность По-моему Сохраняется И Передачное число Примерно То же самое То есть В остальном Они Ну как бы Классика То есть Тут Чего-то Другого В принципе Нет Следующий вид Передач Которые Раньше По крайней мере Я видел Они применялись В структуре Манипуляторов Ну почему я ссылаюсь На раньше Понимаете Сейчас Не всегда Внутрь Уже Залезешь Потому что Производитель Он Старается Спрятать Зачастую Значит Это Червячные Передачи Вот здесь Изображена Идея Червячной Передачи То есть У вас Есть Это Называется Червяк Вот Вал На котором Вот так Ну условно Говоря Резьба Ну Конечно Не в Чистую Не та резьба Которой Мы привыкли Нарезана Да И есть Ответное Колесо И соответственно По мере Вращения Вот этого Червяка Колесо Тоже Оно Находится В зацеплении Зубья Колеса Зубьями Червяка И Колесо Начинает Вращаться Значит Что мы С вами Имеем Во-первых Это Угловое Преобразование Движения То есть Всегда Изменяется Угол Вращения Да Ось Вращения Вот Эти Передачи Ивляются Более Их Можно Гораздо Более Больше Нагрузить Потому Что Здесь В зацеплении Сразу Ну Вот Здесь Даже На картинке Видно Сразу Несколько Вот Этих Гребешков Зубьев Находятся То есть Они Гораздо Тяжелую Нагрузку Могут Нести Они Обладают Более Высокой Точностью Более Высокое Передаточное Число Мне кажется Где-то До 25 До 30 Вот Вот Какой-то Такой Примерно Размер Сравнительно Малые Габариты Да Потому Что Представьте Вот Чтобы Сделать Большое Передаточное Число Да То Здесь Вот Одно Дело Мы Здесь Еще Одно Колесо Размещали Или Вот Так Вал То Видно Что Это Более Компактно И Вот Здесь Появляется Очень Важное Преимущество Это Самоторможение Если Как Правило Если Вы Начнете Вращать Вот Это Большое Колесо Вот Этот Червяк Как Правило Вращаться Не Будет В принципе Это Зависит От Угла Витков Здесь Но Как Правило Их Изготавливать С Таким Углом Что Оно Знаете Самый Простой Вариант Стеклоподъемники Автомобиля Вот Если Вы Разберете Ну Раньше Вот В 90-е Года Там В начале 2000-х Это Был Любимый Источник Приводов Для Создателей Таких Университетских Мобильных Роботов Потому Что Это Было Ну Как Дешево Сердето И И Вот В этом Ее Как Бы Определен Ну Ну Преимущество Да И Вот Это Ее Еще Одна Область Применения С которой Вы Каждый День Сталкиваетесь Лифты Да Вот Чтобы Лифт Сам Вниз Не Поехал Опять Таки Стоят Вот Эти Червячные Передачи Что Пока Двигатель Не Запустится Вот Эта Система Опускания Лифта Она Не Должна Работать Следующий Вид Передач Которые Уже Немножко Отличаются Это Шарико-винтовые Передачи Значит Что Мы Имеем Мы С вами Имеем Вот Такой Винт На Него Надето Ну В принципе Это Можно Назвать Гайкой Да Внутри Гайки Вот Тут В разрезе Показано Находится Много Много Маленьких Шариков В принципе Можно было бы Просто И гайку Обычно Одеть Но Обычная Гайка Она Не будет Точно Работать Потому Что Там Зазоры Какие-то И там Вот Мертвый Ход То есть Это Будет Не точно Работать Поэтому Сюда Кладут Много Шариков Вот Вы Видите Здесь Специальная Резьба Нарезана У нее Специальная Канавка Такой Полукруглой Формы Чтобы Шарик Ровно Туда Попадал И Когда Вы Начинаете Вращать Вот Этот Винт То Гайка Начинает Перемещаться Вдоль Винта Понятно Смысл Да Значит Шарики Эти Естественно Там Это Отдельная История Но Мы Не будем В нее Погружаться Там Смазывают Они Обычно Там С Наким Натягом Вот Значит Что Мы С вами Получаем Здесь Вот Смотрите Здесь Уже Мы Получаем Преобразование Вращательного Движения В поступательное То есть Мы На входе Можем Иметь Вращение А на выходе Иметь Поступательное Ну Например Перемещение Вот Платформа На которой Робот Стоит Эти Передачи Обладают Довольно Таки Высокой Нагрузочной Способностью Имеют Высокое Передаточное Число Сравнительно Малые Габариты А А вот Эффект Самоторможения Здесь Он Опять Будет Зависеть От Угла Витков Резьбы Если Этот угол Будет Ну Такой Более Вот Такой Да Более Вдоль Оси Значит Передача Не будет Самотормозиться Он Как Бал Тоже Начнет Вращаться Когда Мы Будем Давить На Гайку Вот А Если Мы С Зависит От Применений Так Ясно Как Это Раб Ну В Принципиально Как Как Оно Работает Ребят Понятно Там Все Факты Не Запомнишь Но Просто Чтобы Примерно Идею Понимали Следующая Передача Которая Применяется Это Ременные Передачи Начну Вот Еще Когда Я Учился Учился Нас Учили Что Они Ну Так Не Очень Точные Но Все Так Техника Идет Вперед Вот И Сейчас Применяются Зубчатые Ременные Передачи Вот На Нижней Картинке Вы Видите Ну В Принципе Я Пишу Возможно Преобразание Движения Извращательного Поступательного Ну Как бы Оно Не Является Типичным Вот То есть Обычно Их Просто Это Мы Осуществляем Основную Область Применения Тех Передач Это Когда Нам Надо Передать На Расстояние Движения И Да Вот Наверное Вот Это Значит Нагрузочная Способность У них В принципе Ну Скажем Так Не Очень Высокая Хотя Понятно Что Там Вот Ремень Внутри Он Армирован Тросиками Но Все Равно Она Так Ну Не Такая Высокая Значит Они Обладают Вот У них Недостаток Такой Податливость Но Когда Мы Применяем Зубчатый Ремень Ну Как Б Этот Эффект Становится Меньше Обладают Реверсивностью Большими Габаритами Сравнительно Да Вот Ну Как Понимаете Это Такая Простота И Дешевизна В общем Это Имеет Место Быть Схожие Тросовые Передачи Значит Идея Вся Та Же Самая Но Это Трос Металлический В принципе Вот Я Видел В свое Время Применяли Роботы Ну Опять Так Скажем Так На Заре Робото Строения Применяли Тросовые Передачи Для Ну Чтобы От двигателя Передать На Большое Расстояние То То Есть В Какой То Момент Была Такая Концепция Вот Чтобы Разгрузить Нам Верх Манипулятора Значит Были Такие Модели Манипуляторов В Которых Все Двигатели Располагались На Основании Манипулятора И С помощью Передач Уже Вот Как бы Движение Вот Туда 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 Передавалось Тут Есть Определенные Плюсы Но Система Себя Не Оправдала В Итоге Вот И вот Там Оно Реализовалось Либо Тросом Либо Цепные Передачи Значит Что мы Здесь Поступаем То есть Основные Недостатки Все Те Же Самые И Здесь Еще Дополнительно Появляется Недостаток Серьезный Тросы Надо Очень Сильно Натягивать Ременную Передачу Тоже Надо Натягивать Но Тросы Чтобы Он Без Проскальзывания Передавал Движение Его Надо Очень Сильно Натягивать В общем Оно Ну Вот Как В итоге Отошли От От Этой Идея Так Теперь Давайте Мы Вот Так Наверное Сейчас Цепные Передачи Потому Что Они Близкие Тоже Я Видел Робот С цепными Передачами Ну В принципе Все То же Самое Да Только Вместо Ремня У вас Появляется Цепь Металлическая Ну Основной Недостаток Дополнительно Которая Появляется Значит Они Низкой Точности Но Зато Они Конечно Имеют Очень Хорошую Нагрузочную Способность Их Не так Натягивать Надо Вот Сильно Как Тросовые Ну Или Даже Ременные Вот Но Точность Конечно Ниже Ну И Они Кстати Применяются И Вот Тоже Для Преобразания Вращительного Движения В поступательное Вопросы Есть Тогда Чуть Чуть Возвращаемся Значит Вот Далее Мы Подходим К Передачам Которые Ну Как Чуть Сложнее Восприятие Но Они Имеют Очень Широкие Области Применения Значит В робототехнике Это Первая Планетарная Передача Значит Давайте Принцип Ее Работы Вот Смотрите Зеленый Вал Видите Идет Слева Да Это Ну Предположим Это Входное Движение На Нем Укреплена Зеленая Видна Шестеренка Планетарная Планета Значит Это Называется Солнечное Колесо Когда Оно Начинает Вращаться Вы Видите Сбоку От него Три Колесика С ним В зацеплении Находятся Так Совершенно Правильно Сателлиты Они Сателлиты Как В принципе Спутники Сателлиты Вот И Одновременно Они Находятся В зацеплении С Внешним Зацеплением С Внутренним Зацеплением С Красным Колесом Которое Неподвижно Видно Что Дальше Происходит Как Только Зеленое Колесо Начинает Проворачивать Вот Эти Сателлиты Они Вступают В зацепление С Наружним Красным Колесом Но оно-то Неподвижно Что Им Делать И Они Тогда Начинают Видите Серая Такая Вилочка На Которую Она Ненасажена Это Водила Называется Вот Тогда Вот Эта Водила Начинает Двигаться Понятна Идея Вот И Справа Уходит Уже Мы Снимаем Мощность Через Вал Который С Этим Водилом Соединен Идею Все Поняли Или Рассказать Еще раз Хорошо Значит Вот Это Очень Распространенный Вид Передачи И В промышленных Роботах И В мобильных Роботах Значит Что Мы Здесь Имеем Первое Это Очень Высокое Передаточное Число Ну В принципе Мне кажется Так Стандартно 50 75 Но По-моему До 100 В принципе Делают Далее Высокая Нагрузочная Способность Ну Вот В качестве Примера Танковый Редуктор Они Вот Используют У себя Вот Эти Передачи Планетарные Далее Довольно-таки Высокая Точность Реверсивностью Да Есть Реверсивность Сравнительно Малые Габариты Ну Я Говорю Сравнительно Вот Как Если Решать Ту Самую Задачу С Обычными Зубчатыми Колесами Ну Передачами Да Там Ну Даже Косозубами Вот То Ну Поверьте Будет Гораздо Более Компактно Ну Вот Танковый Редуктор Он Ну Вот Где-то Вот Такого Диаметра И Там 7 Передач Плюс Еще По-моему Я не помню Сейчас Две Или Одна Задний Уход То есть Вы Понимаете Ну Насколько Это Компактное Изделие При тех Моментах Которые Через Определенной Сложности Изготовления Так Поэтому Есть вопросы Ребята Потому что Вот это Важно Понимать Ну Принцип Этой Передачи И Далее Тоже Аналогично Ей В принципе Вот В мобильных Роботах Они Применяются Гораздо Реже В промышленных Применяются Очень Часто Это Так Называемый Волновой Редуктор Значит Давайте Я Попробую Вначале На доске Нарисовать Как он Работает Значит Смотрите У нас Есть Колесо Вот В котором Внутреннее Зацепление И Этих Зубьев У нас Какое-то Количество Ну Например У нас Ну Предположим Их 100 Да Вот Сюда Внутрь Ну Вот В принципе Вот Видно Это Позиция Один На рисунке Внутрь Мы Вставляем С ответным Зацеплением Колесо Оно Обладает Двумя Свойствами Первое Оно Гибкое Оно Может Вот Как бы Немножко По сторонам Вот так Вот Растягиваться Ну Вот Это Тоже Видно Да Оно Немножко Так Вытянут По Вертикали И второе Свойство Ну Я Немножко Утрирую Но Чтобы Идею Понять Да Вот У него Зубчики Соответственно Снаружи Будет И второе Свойство У него Число Зубьев Будет Немного Меньше Ну там На 1 Или На 2 Ну Например Там Н равняется Ну Условно Говоря Там 98 Далее Внутри Позиция H Вот Которая Обозначена Значит Есть По-моему Тоже Это Водила Называется Вал Который Вот Это Колесо В Распор Вставляет Заставляет Быть Зацепление Вот С Внешним Понятно Да Сюда Так Дальше Если Мы Начинаем Его Проворачивать Что Будет Происходить Значит Вот Сейчас Вот Эти Зубьев Зацепление Так Когда Мы Начнем Его Проворачивать То Вот Это Будут Пытаться В зацепление Вот Эти Зубья Попасть Но Поскольку Вот Этих Зубьев Чуть Меньше Так То Для Того Чтобы Этому Зубу Попасть В Прочное Зацепление С Вот Это Вот Внутреннее Колесико Немножко Сдвинется И Вот По Мере Движения Сюда Вот Так Вот Вот Так Вот Вот Так Вот Она Будет Потихоньку Сдвигаться И В итоге Она Сдвинется На Разницу Шаг Зубьев И Разницу В числе Зубьев Понятно Непонятно Да Непонятно Ну Давайте Сейчас Тогда Поговорим По преимуществам И я Еще раз Расскажу Значит Итак Вот Что мы Здесь Имеем Очень Высокое Передаточное Число Очень Высокое По-моему До 300 Бывает Так Высокая Нагрузочная Способность Ну Например Вот Башенный Кран Это Вот Это Там Работает Высокая Точность Самоторможение Малые Габариты Ну Дорогие И сложные В изготовлении Вот сейчас Я даже Не знаю Раньше У нас Точно Их Изготавливали Вот Сейчас Я не знаю У нас В стране Изготавливают Такие Редукторы Или нет Изготавливают Хорошо Хорошо Очень приятно Потому что Вот Время Назад Не было Ну Как Не Там Один Томарик Андроидная Техника Жаловалась Что Никто Не Изготавливают Хорошо Вот Потому что Ну Действительно Это Высокотехнологичное Устройство Значит Еще раз Принцип работы Сейчас Я попробую Как На пальцах Значит У нас Есть Зубья Нарушные Да Есть Зубья Внутренние У меня Есть Вот Это Водила Которая Заставляет Вот Сейчас Вот Этот Зуб Быть В зацеплении Да Оно Начинает Двигаться И Следующий Зуб Должен Попасть В зацепление Так Ну Давайте Скажем Так Размеры Подобраны Таким Образом Что Для 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 Чтобы Для Зуба Попасть Зацепление У меня Вот Эта Часть Должна Переместиться Немножко Следующий Тоже Чуть Чуть Переместиться Это Перемещение Очень Маленькие Но Пока Я Сделаю Пол Наоборот То У меня Ну Сдвинется На Разницу Шага Зубьев Между Наружным И Внутренним Колесом Чуть Чуть Понятно Значит Ребят Если Что Яндекс Какой Нибудь GIF Файл Который Иллюстрирует Как Это Работает Давайте Так Наверное Зрительно Ну Мне Надо Было Какую Анимацию Принести Ну Извините Так Значит Еще раз Обращаю Внимание Вот Это Лучше Понять Потому Что Это Достаточно Часто Применяется Так А Еще Одно Хотел Ну Как Для Вашего Развлечения Ну В Роботах Они Не Используются По Моему Сейчас Уже Но Вот Возвращаясь Вот сюда Значит Здесь Возникает Проблема А Нет Давайте Так В автомобилях Ну Все марки Ну Более Менее Знаем Да Вот Эта Марка Знакома Почему Она Такая Картинка Да Вы Знаете Я Не Сомневаюсь Значит Ситроен Это Был Такой Инженер Французский Анрей Ситроен И вот Он Понял Что Вот Такие Передачи У них Недостаток За счет Вот Этой Формы Зуба Они Друг От друга Все время Пытаются Разбегать Там Сила Возникает Которая Сдвигает И Он 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 Придумал Это Называется Шебронное Колесо То Все То же Самое Но Зубья Они Вот Так Вот И Соответственно В Ответном Колесе Будет Вот Так Вот Вот Как Б Вот Так Вот Они Друг С Другом И Тогда Поскольку В два Направления Вот Эти Углы Зубьев То Они Компенсируют Нет Вот Этого Бокового Выталкивающего Усилия Ну Просто Для Вашего Развлечения В следующий раз Ситроен Ну Они Поменяли Сейчас Эмблему Видимо Как Это В рамках Гуманизации Или Чего То Вот Но В принципе Когда Ситроен Нет Сейчас Там Какие-то Флажки Там Кружочки По-моему Но В принципе Когда В следующий раз Увидите Вспомните Про Шевронное Колесо Так И Значит Рейчные Передачи В принципе Идея Это Как Обычная Зубчатая Передача Ну Скажем Одно Колесо Мы Взяли И Раскатали Как Колобок Раскатали Вот Такой Вот Это Называется Рейка Преимущества Недостатки Они Ну Более-менее Те же То есть Средняя Нагрузочная Способность Но Здесь Мы Получаем Опять-таки Возможность Преобразования Вращательного Движения В поступательное Ну И В принципе Наоборот Когда-то Если Требуется Ну Вот Как Вариант Например Пневматические Привода Редко Вращение Бывает Это Как Бы Такая Экзотика Они Обычно Поступательные Но Вот Если Вам Пассивность Равнительно Малые Габариты Простота Дешевизна Так Это Мы Говорили И Теперь Карданные Передачи Кстати Тоже Кардан Это Французский Инженер Был Не Помню Сейчас Имя Вот Значит Карданная Передача У нее Два Важных Преимущества Да Вот Именно Карданные Передачи Обычно Стоят Вот Здесь Внутри Вот Передают Вот Отсюда Вот Сюда Там Стоят Карданные Передачи Ну Конечно Не Такие Как И в Грузовиках Но Идея Именно Это Значит Они Обладают Двумя Основными Преимуществами Это Передача Движения На Большие Расстояния И Это Возможность Углового Преобразования Движения То есть У вас Может быть Например Привод Осива Вращения Быть направленный Так Потребитель Быть направленным Так Более того Ну Уже Не Не В Промышленных Роботах А в Мобильных Роботах Этот угол У вас Может Меняться По Кочкам И так Далее И Вот Тогда Карданная Передача Она Эту Проблему Решает Что Может быть Переменом Вот Это Угол Мы Имеем Реверсивность Ну Да И Вот Здесь Я Отметил Возможность Варьирования Расстояния И Углов Между Источником И Целью Движения Это Место Чисто Карданной Передачи И Никто С Ней В Общем То Как Б Ну Не Конкурентно Способен Дальше Можно А Еще Пишем В том числе В робототехнике То есть Свой Случай Когда Она Наиболее Эффективна Лучше Чем Другая Да Вот Как Ну Знаете Там Придешь В магазин Какую машину Лучше купить Вот Квалифицированный Продавец Скажет Какие Задачи Вам Надо Решать Да Ездить Там Скажем Ну С Барышнями На Прогулку Или Там Возить Цемент Вот В зависимости От Этого И Машина Будет Разная Так И Здесь В Зависимости От Той Задачи Которую Вам Надо Решать Какие Преобразования Движения Да В зависимости От Этого И Будет Требование И Передача Которую Вы Выберете Значит Теперь По Тормозным Устройствам Значит Они Обеспечивают Решают Следующие Задачи Первое Это Самоторможение Механических Передач То есть Робот В выключенном Состоянии Ну Вы Сами Видели Он Не Падает Второе Снижение Нагрузки На Двигателя Ну Робот Вот Мы Его Включили Но Он Еще Не Начал Двигаться Да И Вот Он Продолжает Не Двигаться В принципе Можно Уже Как бы Он Включен Можно Было Чтобы Двигатели Поддержали Его В стоящем Положении Вот Но Это Износ Двигателя Все равно Происходит Вот Электронной Части Поэтому Обычно Он Еще Находится В Заторможенном Состоянии Далее Очень Важная Функция Это Экстренный Останов Робота Если У вас Происходит Аварийная Ситуация В Зависимости От Режима В котором Работает Робот Но Если Вот Как бы Это Режим Опасный То есть Режим Ручного Управления При Котором Подразумевается Что Вы Возможно Находитесь Вблизи Робота В Режима 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 Ну и в каких-то ситуациях снижение скорости движения звена. Наши амортизации ударных нагрузок, вы понимаете, у вас возможно, что произойдет какое-то столкновение, и по идее через механику оно все может уйти вплоть до двигателя. И, конечно, это жалко, поэтому зачастую тормозных устройствах одна из функций, которые решаются, они являются таким как бы предохранителем, который не позволяет вот этой опасной разрушающей ударной нагрузке дойти до двигателя и вывести двигатель из строя, потому что двигатель обычно такой более чувствительный. И лучше все-таки, ну как предохранитель, мы лучше заменим только тормозное устройство, чем весь привод в целом. Так, про уравновешивающие мы вчера говорили. Да, ну принцип действия построения тормозных устройств — это муфты, да, то есть обычно, ну так если очень упрощенно, это у вас имеется такой вот набор там дисков, вот, ответный набор, который с ними, и вот как бы когда она включена, то эти диски, а это уже на выход у нас пошло туда, да, вот, и когда муфта включена, то, соответственно, вот это все друг с другом в зацеплении находится, да, а когда выключена, то наоборот, они спокойно друг относительно друга вращаются. Ну так, это в упрощенном смысле, ну и базовые идеи. Значит, отметьте себе, ну, основная их задача — это взаимодействие со средой, то есть на самом деле, вот возвращаясь там к самому первому занятию, это то, ради чего манипулятор существует, да, он должен вот этот рабочий орган перенести в ту зону, где будет выполняться технологическая операция. И поэтому он является очень важной системой промышленного робота. Ну, при этом, вот как, опять-таки, мы с вами упоминали, производители промышленных роботов не занимаются, как правило, производством рабочих органов. Это отдельные компании, кто этим занимается. Ну, вот там, германская шунг, ну и другие. Ну, ранее наиболее распространенными были, это вот различные захватные устройства. И далее, как бы, ну, захватные, их задача только захватить что-то, да, то есть они такой сложный, более сложный, как правило, не осуществляют, хотя иногда они идентифицируют деталь, бывают такие достаточно продвинутые захваты. И второй вариант — это оснастка. Значит, по оснастке, помните, по-моему, ну, давайте сейчас я эту картинку покажу. Вот, вот здесь вы можете увидеть как раз пример. Сейчас сделаем покрупнее. Значит, вот здесь вот, ну, назовем продвинутый вариант захватного устройства, это вот имитация человеческой руки. Ну, конечно, в каждодневной промышленности обычно их не применяют. Вот сверху вы можете увидеть сварочные клещи, но крупные сварочные клещи могут весить до 100 килограмм, до 150 килограмм. А вот слева вы видите это устройство к подаче и закручиванию, ну, винтиков или гайчик, то есть вот для операции такой сборки. Так, захватный устройств сказали, оснастка. Так, значит, пометьте себе тип захватных устройств. Вот, как правило, тип захватных устройств, как правило, будет определяться типом переносимого объекта, то есть вы железку переносите или стеклянный фужер. И требованием к выполняемой транспортной операции. И требованием к выполняемой транспортной операции. То есть его надо просто удерживать или там, ну, какие-то силы реактивные могут быть и так далее. В принципе, это было раньше традиционно отдельное поднаправление, вот кто люди занимались захватами, то есть регулирование силы захвата, в зависимости, ну, понимаете, там есть и гладкий материал, это, ну, ну, отдельная история. Вот стеклянный стакан взять, вы понимаете, он с одной стороны гладкий, другой хрупкий. То есть вот там момент регулирования усилий схвата, ну, ну, это вот целая такая наука. Так. Значит, еще что я хочу... Да, пометьте себе, что, как правило, захватные устройства реализуются, как правило, не всегда, но как правило, на базе пневматики. Ну и напишем, а также электрики. А также электрики. А также электрики. Через запятую реже гидравлика. Сейчас скажем. Через запятую реже гидравлика. Гидравлика, значит, действительно применяется, но когда вам надо очень компактным устройством, да, очень высокое усилие развить. То есть это... И... Ну, давайте пометим, значит, пневматика, основные преимущества. Это дешевизна. Это безопасность. Ну, сравнительная безопасность. Вот, ну, я еще не успел спуститься в казанском метро, но я думаю, поезда у нас везде одинаковые. Вот двери, там вы замечали, наверное, пневматические. Да, и вызвано это... Чем? То есть, в принципе, вот почему пневматические? Да, это вызвано чисто вопросом безопасности. Потому что если поставить, как нам сказали, гидравлические двери, да, то каждый день будет там какое-то количество пассажиров там надвое разрезаться. Вот, а пневматика, поскольку она сжимаемая, то это безопасно. Вот, и с этой точки, с точки зрения производственной безопасности пневматика, она является более предпочтительной. Вот мне даже рассказывала моя бабушка, когда в метро, вот в Москве открывали первое метро, тут тогда был министр путей сообщения, такой Каганович Лазарев, и он прям лично подставлял ногу и проверял, вот насколько больно, что вот сожмут, не сожмут, да, и вот поэтому и в автобусах, в троллейбусах вот сейчас двери пневматические. Вот, но у пневматики есть важный такой недостаток. Первое, это у вас должна быть пневматическая сеть, да, то есть либо отдельный компрессор, либо на крупных предприятиях это везде есть, это не проблема, да, то есть весь завод, он обеспечивается обычно централизованно сжатым воздухом, но, скажем, вот, например, если у вас робот только один, да, то это становится уже, ну, не так эффективно, вот, вот, и тогда другие решения ищутся. И второй недостаток, это, ну, назовем так, сложность управления пневматическими устройствами, то есть ими сейчас научились управлять, и достаточно точно, но, конечно, электрическим устройством управлять гораздо проще. Вот, по электрическому устройству преимущества основные, это доступность источника энергии, потому что, ну, раз у вас робот есть, промышленное, значит, электричество у вас есть, и управляемость, это вот главные два таких преимущества. Ну, а по гидравлике это, главное, это очень высокие развиваемые моменты при компактности. Вот, привод, который поворачивает башню танка, значит, башня танка, это, по-моему, 10 или 12 тонн. Вот он в буквальном смысле вот такая кастрюлька, вот, и он 10 тонн, и с высокой точностью, и с высокой скоростью может повернуть. Но недостатком является, да, по сравнению с пневматикой, гидравлические привода, они более точные, потому что, ну, гидравлическая жидкость почти не сжимается, в отличие от воздуха. Вот, но зато у них недостаток, вот то, что я сказал, травмоопасность, и второй недостаток, они являются менее экологичными, потому что гидравлика, все равно, как вы ни стараетесь, ну, капельку-капельку, она все равно там просачивается, подтекает, вот. И сама гидравлическая система, ну, она гораздо более сложная, да, то есть, если тут только компрессор, там, фильтр воздуха в пневматике, то в гидравлике, там, ну, целый расширительный бак, там, ну, в общем, это целая история. Поэтому они свое место имеют так, ну, достаточно редко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова